Господи... Уж это какой... Записываем тему урока! ЛАЙКИ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ СРЕ... ЗАПИСЫВАЕМ! Домашку опять не сделали! Твою мать! Домашку опять не сделал! Ух, я щас твоим родителям позвоню! РОДИТЕЛИ В ШКОЛЮ! ЭТИ ВСЕ ВАШИ ДЕНЕРNЕТЫ, ТИКТОКЫ down барату не доведут, дебилы, дебилы. Не то что я самая прекрасная и великолепная учительница на планете. ЗдРОВОС! Ясное дело что мы все не очень любим учителей. Они нам ставят двойки, заставляют домашку делать. Чё сказал? Ну что-то же в них должно быть хорошее. Я щас это про меня сказал? Jesя, ну хоть самую малость там, ну чуть-чуть совсем. Они должны быть хорошие, да? Слышь, дебилус, ты там это, не охренел вообще или что? Я понять не могу, родители! В учителях точно ничего хорошего нет. А сейчас мы это и проверим. Короче, сегодня я решил снова пойти в школу и стать учителем, потому что, ну вот не верю я, не верю я, что все учителя плохие. Вот я-то, например, вообще идеальный учитель. Единственная дамажка, которую я задаю, это поставить лайк под это видео. Вот-вот, поэтому у нас такое тупое поколение и растет. Родители в школу! Мы сегодня снова отправимся в самый тупой класс на свете и попробуем их чему-нибудь научить. Хотя я, конечно, сомневаюсь, что я чему-нибудь их смогу научить. Конечно, потому что ты тупой. Но я все же очень постараюсь. Если ты вдруг подзабыл, то смысл этой игры заключается в том, что мы должны правильно оценивать работу наших учеников. Ну, грубо говоря, если Вася Пупкин скажет мне, что 2 плюс 2 равно 5... Раз, два, три, четыре. То я должен буду немедленно вызывать родителей в школу, потому что Вася Пупкин, ну, такой дурачок. Меньше слов, больше дела. Отправляемся в школу и посмотрим, какие ученики к нам придут на этот раз. О, господи, ты посмотри на них. Дебил, идиот, придурок. Пенис, жопа, писька. Так, что у вас там за вопросики-то были? Давайте посмотрим. В какой стране принадлежит Гренландия? И чувак отвечает, Синеляндия. Не, если серьезно, то Гренландия принадлежит, насколько я знаю, Дании, но точно не Блюляндии. Поэтому это, я думаю, что все-таки неправильно. Следующего придурка мне подавайте. Это флаг Франции. Правда или неправда? Блин, да мне кажется, все знают, какой флаг у Франции. Это не флаг Франции. Вроде бы как это флаг Бразилии. Нет, это неправда. Ты дебил, и как... Как вы вообще в эту школу попали? Что там у тебя? Отметь последнего президента Соединенных Штатов Америки. Барак Обама, Майкл Джексон и Колонель Сандерс. Это кто? Это который... Дядюшка Сандерс, который KFC сделал? Так здесь нет правильного ответа. Предыдущий президент был Дональд Трамп, а до него был Барак Обама, а сейчас этот, как его? Блин, я реально забыл, как его зовут? Напиши в комментариях, как зовут президента Америки. Ну точно не этот. Может быть, эта игра была сделана, когда еще Дональд Трамп был президентом? Ну ладно, допустим, правильно. Да это неправильно. Я учу своих учеников какой-то фигне. Двигающийся воздух называется ветер, дождь или какашка. Двигающийся воздух. Мне кажется, это самое прекрасное описание ветра. Буду так все время теперь говорить. Нет, это не дождь, это ветер, конечно. У какой планеты есть кольца? Так, ну кольца есть у Сатурна точно есть. Да, вот у Сатурна писал, молодец. Ну да, у Сатурна есть, ладно, молодец. По-моему, у кого-то еще есть кольца. Напиши в комментариях, если ты знаешь еще какую-нибудь планету, у которой есть кольца. Материя тянется к Земле с помощью гравитации пришельцев или космоса. Нифига себе тут сложные вопросы. Не, ну тут-то понятно, конечно, что точно не с помощью инопланетян, а с помощью гравитации. Ну капец, вопросик-то сложный уже пошел. Два тебе, два, пошла в лоб. Заполните пропуск в слове. Ага, костер, значит. Ну костер, я так know English very well. How в жопу do you do? Пролил немножко водичку, но неважно. Она написала fire через white. Ну ты тупица, конечно. Двойку тебе fire пишется через I, а не через white. Знаешь разницу, you know? Обведи глагол в предложение. Боб прыгнул в бассейн. Этот чувак посчитал, что глагол это у нас боб. То есть боб это у нас такое действие. Значит можно кого-то отбобить. Не, ну я вообще часто боблюсь, я это не знал. Я фанат боблить. Напиши в комментариях, как ты часто боблишь, потому что ну я вообще любитель побобить. Да-да-да, ты дебил, иди давай, следующее. Следующее мне подавайте. Соберите слово с помощью этих букв. Он собрал слово scarf. Это по идее шарф, да? Или я что-то путаю, я не знаю. Ну вроде правильно, вроде молодец. Слушай, опять девчонка справилась с заданием. Вот эта вот Сэнди, она какая-то самая умная. На неё нужно обратить внимание. Мне кажется, она списывает. Мне кажется, она списывает. Мы должны её срочно распознать. И вызвать родителей в школу! О, мой любимый урок географии. Что это? Америка, да? Да, чувак, это Америка. Вон какой-то флаг. Чёрно-жёлто-зелёно-белое-оранжевый-синий. Да, это по-любому Америка. Ты вообще красава. Если честно, я даже не знаю, что это. Но это точно не Америка. Так, давайте, следующую страну. Что это? Ну это вот, это уже Америка. Кувайт. Капец, откуда ты вообще такие страны знаешь? Кувайт. Я первый раз, если честно, слышу такое название такой страны. Ну это, вот это Америка как раз, дебильная. Давайте, ну может хотя бы ты исправишься. Ну давай, давай, давай. Победи меня в географии. Нифига себе, Италию угадал. Мы уже из предыдущей серии знаем, что Италия похожа на сапог. Красава, красава. Молодец, пятерочку тебе влеплю. Нарисуй машину. А я ведь пять минут назад говорил, что девочки такие умные. Она решила написать слово яблоко, вместо того, чтобы нарисовать машину. Ну, в принципе. Смотри, вот это вот типа колеса, да. Это у нас такая вот типа кузов. Это можно сказать типа бампер, капот. Ну, в целом, да, два тебе родителей в школу, пожалуйста. Кто нарисовал три музыканта? Что это три музыканта? Ааа, это та самая великая картина, где три величайших музыканта планеты. Вот эта картина, если ты не понял, о какой картине идет речь. Да, это вот эта картина, ее написал Чернявский Юджин. Есть такой тут, нет? Какой-то Пабло Пикассо есть. Ну, ладно, может и Пабло Пикассо, я не шарю, но вроде да, Пабло Пикассо. Нарисуйте две параллельные линии. Ну, вроде как, ну, слушай, они не совсем параллельные. Параллельные это линии, которые никогда не пересекаются. То есть вот если ровно поставить, да, вот так вот руки, то это будет параллельная линия. А тут она неровная, и когда-то в теории они могут, так сказать, пересечься. Так вот, ну ты понял? Ну ладно, ладно, поставлю тебе пятерку, так уж и быть. Заполните слово с подходящими буковками. Ну, тут, в принципе, все понятно. Это фловер, это фловер, знаменитый, знаменитое красно-желтое колесо, которое называется фловер. Не знаешь такое? А вот теперь знаешь, поэтому да, молодец, пятерка. Ну, просто нужно учить историю, понимаешь? Заполните плурал, плурал какой-то нужно заполнить, я не знаю, что такое плурал с помощью S и ES. И тут чувак написал басосорис. Ну, у тебя, конечно, и хлебосорис, прям как этот басосорис. Я не знаю, что такое басосорис. А, это басорис. Я не знаю такого слова басосорис, поэтому два тебе, два тебе, что это? Насколько много силабис? Что такое силабис? Я думал, я нормально знаю английский язык, и я вообще первый раз такое слово вижу. В слове ракеток. Так, насколько много силабис в слове ракеток? Так, здесь нужно хорошо подумать. Вот, допустим, представим чисто гипотетической ракеты. Вот у нас тут один силабис, вот у нас тут второй силабис, и вот он третий силабис. Я не знаю, как я посчитал, но тут чувак написал два. Или это не два, это просто закорючка какая-то. Ну, допустим, ты прав. Молодец. Я угадаю, капец. Я теперь вообще можно сказать профессионал по силабисам. Если кому нужны вообще советы по поводу силабисов, можете мне позвонить и обращаться. Я расскажу вам, как силабировать силабис в ракете. Я в этом профессионал. Какая самая сильная сила у земли? И она ответила, любовь. Что вообще за странный вопрос? Сильная сила, сильная сила у земли. Не, ну я с тобой в принципе согласен, любовь это та еще сила. Что только ради любви люди не делают? Некоторые даже в Майнкрафт начинают играть. Не, я согласен, сила... Что не так? Что не так? Все верно. Самая сильная... Вот напиши в комментариях, какая самая большая сила у земли. Вот я уверен, что все напишут любовь, потому что любовь это... Любовь. Просто Юля рядом стоит, поэтому он... Да-да-да, любовь. Обведи часть тела, которая отвечает за слух. Он обвел ухо, прикинь. Вообще я в шоке. Я в шоке своих учеников. Они умнеют на глазах. А это все почему? Потому что у них самая лучшая учительница на свете. Какую мне Б? Давайте мне А. Так, нормально, еще денег насыпало, неплохо. Заполни пропуск правильным символом. Блин, вот были бы у меня такие знания по математике. Может быть, у меня и не два было за четверть. А то у меня всякие там синусы, косинусы, квадраты катетов в жопе у говнатиков. А тут просто символ заполнить. Блин, а что это такое? Ну да, молодец, ты красава. Сколько? Как много денег здесь? Ну да, 1 плюс 5, конечно, будет 7 долларов. Три день. Я не тот, не то, что за дебил? Я не то жмусь со временем. Если А равно Б и Б равно С, то А равно С. А равно Б, Б равно С, а равно... Все равно, ну да, да, все правильно, ну что-то... Нарисуй собаку, нарисуй собаку. Нарисуй собаку, ты мне пятерку рисуешь. Ты думал, ты мне нарисуешь пятерку, я тебе поставлю пятерку? Помогите, спасите меня от этих дебилов. Так, я придумал тактику. Если под этим видео наберется много лайков, то я сделаю такую же школу в Майнкрафте. Позову туда своих подписчиков, и я буду у них учителем. И мы проверим, насколько мои подписчики глупы. Обязательно влепи лайкос, подпишись на канал и тыкни на колокольчик, чтобы не пропустить такое офигенное видео. Ну и всякие другие видосы. Мне тут много чего на канале выходит, поэтому да, подписывайся. Ну а мы с тобой увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok